Подбородок от рыси, живот от волка. Этот снежный барс собирали как конструктор. А ведь когда-то хвостатый был ковром. В 2015 году его конфисковали у браконьера. Почти полгода таксидермист Дмитрий Рыжков превращал ковер в чучело. Шкурка достаточно ценная, объект сам ценный. И страшно было испортить. Были какие-то участки на этой шкуре, как лапы, уши, нос, которые сильно ссохшиеся. Поэтому это подготавливалось. Шкура не единомоментно вся целиком, а отдельными участками. Снежный барс – исчезающее животное. Поэтому хотя бы в таком виде барсов смогут увидеть следующие поколения. В чучелах даже можно заметить следы микроэволюции. Так, в музее природы Агу находится более 300 животных. Специально музей никого не добывают. Но у всех экспонатов так или иначе была трагичная судьба. Находят ударившихся провода. Неясыть из последних. Сбитая машина и там досталась. То есть инотовидная собака. Также в последнее время появился у нас этот вид. Попала под машину в окрестностях Барнаула. Пингвины. Во время шторма было обнаружено несколько погибших. Именно молодых пингвинов. Кстати, в этом году увидеть все эти экспонаты можно будет во время музейной ночи. Барнаульцев ждут рассказы о мутации животных и скелет Чихуахуа. Наша лаборатория участвует впервые за всю историю ее создания. Это живая история нашей планеты. Детям, полагаю, будет интересно. Все животные, которые получили вторую жизнь, пусть и в форме чучела, переживут еще всех нас. Ведь при должном уходе они смогут больше века служить науке. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.